Всем привет, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, наилмастерская Чешевский Кот. Предлагаю начать готовиться к Новому году с торговой маркой Ускуси. Коллекция эффектов под названием Токио. Поехали! Итак, для бронепоездов напоминаю. Харуяма и Ускуси. Два брата-близнеца. Коллекции у них одинаковые, разнятся состав. По моим умозаключениям, скажу вам так, Ускуси более мягок и иногда в некоторых коллекциях менее пигментирован. Так что, девчонки, если вам нравится Харуяма, нравится вкусная отдушка, у них тоже есть коллекция Токио. Да, с похожими оттенками. Напоминаю вам, мои дорогие девочки, что данный материал, который я вам сейчас показываю, это материал официалов, это материал завода. И контакты я вам оставляю с завода. Для каждой марки заказ индивидуален. Да, и здесь вы можете быть уверены, что у вас будет только качественная продукция. Да, никаких подделок. Итак, что же такое коллекция Токио? 12 оттенков, девочки, которые наносятся на разные подложки. Это эффекты. Поскольку эффекты хамелеонообразные, мы с вами, что правильно, мы будем их с вами красить на черную подложку. Поехали! Номер 43. Ну, девчонки, давайте я не буду повторяться, что у меня пилотные версии. Новые флаконы Ускуси и Харуямы будут с выдолбленным сроком годности на черенке, значит, кисточке. Вся исходная информация, номер сверху. Мы это уже все видели, мы это уже все знаем. Давайте уже перейдем к бомбичности, потому что этот номер у моих девочек возымел трянско-чеширско-пищачий восторг. Так, девчонки, это, как вам сказать, все, что только можно было понапихать к Новому году в эффект в гель-лаке, все туда понапихано. Это хлопушная консистенция в миллиардах цветовых разрешений. Здесь больше фиолетовых, зеленых и синеньких. Достаточно тягучая консистенция. Девочки, мне понравилось пигмент не забивает кисть. Посмотрите, как таращит кисточку. Прекрасно, просто прелестно. Давайте сейчас нанесем. Я буду наносить на черную подготовленную подложку, чтобы было выявлено больше цветовой характеристики данного цвета. Не собирается, не козлит, будем так говорить, не кенгурит. Потрясающее животное. Из-за того, что намешан с прозрачной фракцией, можно использовать как дополнение в выкладку. Сияет потрясательно. Сияние после перекрытия матовым топом, девочки, не теряется. Номер 44. Хамеле образный зеленый с бежевым. Ой, девочки, любимое сочетание. Прямо убиться веником. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь у нас идет хамелеон, немножечко еще с небольшим добавлением фиолетового. Данные блесточки нежелательно наносить на светлый фон, потому что у них черная такая основа витражная. Поэтому темные оттенки, да, будет, да, с изгуд. Плюс, девчонки, естественно, дизайны с жидкими камнями тоже можно. Номер 45. Девчонки, синий. Ультрамариновый синий, зеленый, чистый, не хамелеоновый. Девчонки, здесь более мелкий пигмент. Отмечу также новички. Коллекция вам подойдет, поскольку вообще не течет. Понравилось, что стандартизирован коллекция в плане, она не мусс, то есть она не будет бугрить и кенгурить, ее не надо поправлять, но она и не вода. То есть она у вас встанет, будет стоять и можете с ней заниматься, чем хотите. Номер 46. Номер 46, девчонки, это стандартный хамелеон, в котором мультик, но причем мультик больше розоватый. Я не скажу, что он какой-то интересный для меня, но давайте говорить о вкусовщинах мастера. У меня девочки это не оценили, они больше любят какие? Правильно, коричневые и синие. И сам по себе, девчонки, на темной подложке он очень сильно теряется, в нем очень мелкие хлопушки. Очень-очень. Он красивый эффект, но он достаточно такой замазанный. Номер 47. Девчонки, моя любовь. Единственное, что из-за большого скопления пигмента надо будет немножечко лучше вытирать кисть. И она здесь менее хорошо плющится. Но оттенок из серии дорого-богато по-королевски. Сейчас я вам нанесу и покажу. Если вы делаете растяжку данным материалом, используйте лучше для градиентов кисточки. По той простой причине, что здесь в этом мелко шиммерном кисточкой из флакона вы градиент не сделаете. Очень красиво. Причем, девчонки, он фактически забивает черную подложку. Но для осени этот цвет самый будет прям бомбичный, потому что сияние под матовым топом остается внутри. И можно еще пофейстовать какой-нибудь барочной вензелевой ситуацией сверху. 48. Девчонки, тоже такой же. Мелко шиммерный. Абсолютно однообразный. У меня он тоже не нашел никаких отвлеков. Фиолетово-сиреневый оттенок. Но опять же, давайте говорить о том вкусовщина мастера. Он очень мало хамелеонит. Данные оттенки, они очень густо населены, девочки. Очень густо населены. И, ну, как вам сказать, эффект достаточно очень такой теряющийся вот в этой всей истории. 49. Девчонки, стандартно синий. Стандартно синий, мелко шиммерный. Но тоже, девчонки, он эффект. Я не советую вам их пытаться нанести как самостоятельные, да? И то же самое, если вы хотите им градиент, лучшей кисточкой для градиента с палитры. Красивое свечение, потрясабельный. Но, девчонки, он простой. Да, в век такого большого количества материала на ногтевом рынке, как есть сейчас, хочется чего-нибудь с ком-гениальностью. Но это лично для меня. 50. Девчонки, 50-й оттенок. Это больше хлопушный. То есть здесь меньше разреженных частиц. Он достаточно такой тексатропный. В нанесении он абсолютно такой же. Кисть пигмент не забивает. Она по-прежнему, вот посмотрите. Ей хорошо. Она хорошо входит в синусы. Но этот цвет, знаете, мне напомнил, по-моему, это был Вок Карнавал. Здесь очень много разных частичек. Они прекрасно распределяются. И в них есть вот именно вот эта вот тряпчешилистость. Девчонки, А51. Тоже мелко-шиммерный. Фиолетово-синими вкраплениями. Они вот несколько вот очень похожих. И я специально вам потом их поставлю на выкраски поближе друг к дружке. Чтобы вы поняли, что эффекты в них разнятся именно за счет подтонов. Тех блесток, что в них понапихано. Если вы хотите, чтобы у вас эффект был более разреженный, то лучше наносите отдельными кистями. Потому что кисть из флакона забирает пигментации, ну, очень много девочки. И она достаточно сильно забивает по пигменту черную подложку. 52-й. Ну, девочки, как я могу устоять и не сказать, что это тряпчешивская бомба-прелесть? Потому что это синенький, и в нем фиолетовенький. Ну, достаточно интересные цвета. Причем здесь немножечко более разрежена пигментация. Давайте нанесем. И мне больше нравится, когда пигментация разрежена. Для меня эффекты должны быть эффектами. Из-под них должна выглядывать черная подложка. И вот сюда еще какой-нибудь стеймпинг с какой-нибудь планеты. И все. И я умер. И похороните меня за принтусом. Предпоследний оттенок. Это 53-й. Девчонки, это большихлопушная мешаная субстанция. Тоже коричневый, тоже мультик. Вместе с розовым там еще где-то преобладает. Немножечко хамелеона, но чуть-чуть. Разреженная консистенция. Давайте нанесем. Да, и посмотрите, поскольку она разреженная, насколько круче она начинает выглядеть на черной подложке. Я люблю, когда эффекты черную подложку не забивают, а играют с ней в тон в тон. Последний цвет, это 54-й девочки. Вот по сравнению с 46-м, как вам сказать? Нет, не с 46-м девушки, с 43-м. Это еще одна прям чеширская бомбичность. Они прям, они как два брата. У них немножечко разное наполнение в плане цветовика. Но они прям, ну я не знаю, девчонки, как вам объяснить. Это прямо восторг. Хоть клади их в градиент. Итак, девчонки, что касается коллекции Токио от торговой марки Ускусия. Также коллекция Токио есть в торговой марке Харуяма. Девчонки, это эффекты. Они наносятся изначально на цвет желательно темный, потому что эффекты на темном витражном черном. Мои любимцы, это любимцы те, которые хамелеонят. Но сама коллекция Токио, это замес как однообразных без хамелеона мелких чешуек, так и замес хамелеона образных с большими чешуйками. И я так думаю, что из этих 12 цветов разные эффекты, поскольку они визуально там вот тройка одинаковых, вы сможете подобрать под себя мелко-шиммерный, средне-шиммерный или густо-шиммерный хамелеошковый. И еще бы туда сверху кошечку. В общем, короче, мне достаточно эти эффекты сильно нравятся. Напоминаю, девчонки, что также их можно и в градиент, и делать с ними какие-нибудь визуализации типа жидких камней, поскольку это полупрозрачная субстанция с пигментом, она высохнет. Также их можно перемешивать с любой модельеркой, если вы делаете выкладной френч. Ну, в общем, коллекция стоящая. И, кстати, да, по поводу именно этой коллекции в Ускусе, да, у нее достаточно меньше запах, вообще фактически не чуют нос, если только вы не углубляетесь далеко в пузырек. Так что не хочу, тоже обратите внимание, какова эта коллекция в Харуями, не знаю, не нюхала. Ну, вот мои ногтевые феечки. Я надеюсь, что данный видеоролик был для вас прям приятелен и прям обзорнятелен. Обязательно, девчонки, если вы не хотите волноваться за то, пришлют вам подделку или нет, заказывайте у официалов, да, у представителя завода. И ссылки все я поставляю в боксике под видео. И обязательно обращайте внимание на то, для какой марки какой заказ. Но если вы хотите и из Харуями, и из Ускусе менеджеры, вам скомпонуют этот заказ, поэтому не бойтесь. Ну вот, девчонки, на данный момент у меня все. С вами была Юлия Лапшина, Нейл Мастерская Чеширский Кот. Ставим лайк, подписываемся на канал. В общем, все как всегда. Субтитры сделал DimaTorzok